Танцы открыты для всех, и для профессионалов, и для тех, кто только начинает свой путь. В 11-й школе Архангельска прошел первый конкурс открытия. Его участники – 250 учеников школ города, и танцы – только одна из шести номинаций соревнований. Анна Рязанова продолжит. Я еще не до конца определилась, хобби это или нет. Может быть и нет. Роль танцев в своей жизни Алина Шихурина пока не определила, но на сцене всегда выкладывается по максимуму. Хореографический коллектив 24-й школы взял немало наград на городских, региональных и даже всероссийских конкурсах. У нас чуть более ста человек, и из них практически все девочки, мальчиков немного, буквально можно по пальцам пересчитать. Работать с ними бывает сложно, но в основном мне все нравится, и они очень послушные дети. На первом городском конкурсе открытия танцоры коллектива максимум – одни из 250 участников. От классики и народного стиля до современной хореографии ученики разных школ Архангельска доказывают. Непрофессионалам в танцах тоже есть место, пусть даже иногда с очень смелыми решениями. Очень много творческих ребят, которые не всегда ходят в какие-то творческие объединения, и они занимаются просто на базах школ. И здесь они могут проявить себя в полном масштабе. Тема первого конкурса открытия – путешествие по России. Состязания проводят в шести номинациях. Среди них не только танцы, но и вокалы, даже чтение стихов. Лучших в каждой категории выберут педагоги дополнительного образования Архангельска. Всегда организаторы предоставляют нам критерии, по которым мы должны оценивать. То есть это оригинальность номера, техника исполнения, соответствие музыке и костюма возрасту участников. И, конечно же, обязательно соответствие теме конкурса. Лично для меня главное, чтобы у детей был огонек в глазах. Итоги конкурса подведут в 11-й школе Архангельска 24 октября. Анна Рязанова, Денис Линчевский, Регион 29.